Здравствуйте, в эфире тема дня, гость программы Александр Шушин, замначальника технического отдела управления полиции и охраны в Одесской области. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Правоохранительные органы традиционно к концу года подводят итоги, и полиция охрана отвечает за определенные секторы работы. Вот какова статистика за уходящий год по этим секторам? За уходящий год я могу смело сказать, что мы проделали определенный и очень большой кусок работы. Благодаря которому, естественно, и снизился уровень преступности в городе, и наши горожане, я думаю, чувствуют себя более-менее защищенным. Когда вы говорите, снизился это по сравнению с какими данными? С предыдущим периодом, то есть с прошлым годом. Статистика говорит об этом и по количеству краж, и по количеству грабежей, разбоев, по количеству квартирных краж. То есть упала, в принципе, по всем показателям. А превышение есть по каким-то другим показателям? Превышение, может быть, и есть, но мы отвечаем больше за безопасность, поэтому ведем, естественно, узконаправленную нашу статистику. Поэтому я могу сказать четко, что квартирные кражи уменьшились процентов на 40, и грабежи, разбои тоже в среднем 35-40 процентов снизились по сравнению с предыдущим, ну, с 2016 годом. Ну, наверное, вклад есть в эту работу и тревожных кнопок, о которых мы очень много рассказывали в нашей студии. Вот какова динамика в прошлом году была по установке этих тревожных кнопок, и как часто, и насколько чаще стали одесситы пользоваться ими? — Совершенно верно. Вы подметили, что пользование тревожной сигнализацией в последнее время очень сильно возросло, и востребованность этих кнопок тоже поднимается. Активно мы начали ставить их, в принципе, на протяжении последних двух лет. То есть это очень поднялось практически на 50%. То есть сейчас больше 900 кнопок, я даже скажу, где-то в районе тысячи кнопок в общественных местах расположены в разных городах Одесской области, где мы представлены, естественно, полиция и охрана. Вот. В основном ставятся в больших таких скоплениях людей. То есть это супермаркеты, это общежития, это кафе, ну, то есть заведения, может быть, увеселительные какие-то там, боулинги и так далее. Вот. Где собирается большое количество народу и, возможно, какие-то там проявления преступных элементов, то есть какие-то правонарушения. Вот. И, естественно, люди, видя какие-то там правонарушения, обращаются к администрации данного заведения и вызывается наряд полиции. Ну, дальше уже действуем по обстоятельствам. Естественно, пресекаем правонарушения и, по возможности, задерживаем злоумышленника. Ну, в таких ситуациях, как Вы описали, есть два варианта действий. Первый взять телефон, набрать 102. Второй вариант, если есть тревожная кнопка, нажать тревожную кнопку. Что оперативнее? Ну, оперативнее, я так думаю, что тревожная кнопка. Почему? Потому что в течение трех минут, трех-пяти минут максимум прибывает наряд полиции. Наряд полиции вооружен, экипирован и, естественно, со всеми правами задержания любого элемента. Поэтому, я думаю, мобильность наших нарядов на сегодняшний день выше всех. И актуальный вопрос, так как Вы работаете на область, вот вообще чаще пользуются одесситы тревожными кнопками или жители сельской местности? Да, в основном, конечно, идет пользование, потребность нужна в городе больше. Больше. Больше количества людей, больше, как бы сказать, большого скупчения, что ли, скажем, такого людей. Поэтому там, естественно, появляется и преступный элемент. Но в целом географию Вы расширяете? Да, конечно. Это безусловно. Я же говорю, за последние два года мы поставили, наверное, больше двухсот, около трехсот кнопок срочного вызова в общественных местах. То есть нарастили. То есть не просто их поставили, а нарастили. И тому как бы свидетельство, потому что есть конкретные факты даже задержаний именно по сработке данных кнопок. Ну вот помню, в мае месяце было в школе ноутбук. Забрали у ребенка, ну там подростка такого. Он обратился к охраннику, нажали на кнопочку, приехал наш наряд. И по, так сказать, по горячим следам задержали правонарушителя. То есть ноутбук изъяли, естественно, все вернули. То есть эффект от этого есть. Вы упомянули школу. Детские учреждения, учреждения образования также пользуются этой вашей услугой? Совершенно верно. В свете последних событий, которые произошли там и в Киеве, и, наверное, есть случаи и в других городах, на сегодняшний день кнопки срочного вызова стоят и в детских садах, и в школах, и в студенческих общежитиях. Везде. То есть если человек видит какое-то правонарушение, тем более, как недавно было похищение ребенка в Киеве, то тут же нужно вызывать наряд полиции, ну а дальше уже будем действовать по обстоятельствам. Выяснять личность и все. Да, у нас был в Одессе случай тоже, да, был постарший ребенок 9 лет, выкрали с детской площадки. Вот когда ситуация такова, то в данном случае как действовать случайным прохожим, которые заметили, что ребенка уводят чужие люди и их что-то насторожило в этой ситуации? Если случайный прохожий, значит, увидит правонарушение, то в первую очередь, конечно, ну если нет рядышком наших маркированных объектов, ну маркированный, естественно, соответствующим образом терминовый выклок полиции, если есть, то обращаться тут же к администратору за вызовом наряда и, естественно, с указанием правонарушения. Ну если нет, тогда телефон 102. Кроме того, ну, может быть, можно осветить тот момент, что на сегодняшний день у нас заключен договор с автотранспортной компанией, с которой… Александр, ну это новинка, насколько я понимаю. Так точно, да, это ноу-хаус, скажем так, в всей стране, как бы такого еще не было ни в одной области, и мы в этом деле являемся, как бы, передовыми, там, ну, так сказать, пионерами, что ли, этого ноу-хау, но мы сделали такую вещь, значит, заключили договор с автотранспортной компанией и теперь около 300 машин, ну, потому что меняется количество постоянно, промаркированных соответствующим образом, что можно вызвать терминовый выклок полиции, то есть вызвать наряд, могут подать сигнал тревоги на наш пульт. И, соответственно, с определением местоположения и соответствующим реагированием нарядов. То есть определяется местоположение данного движимого объекта, и туда выдвигается один-два наряда полиции. Как технически все это обслуживается? Это кнопка в виде чего? Потому что, ну, с магазином, допустим, понятно, с детским садом. Совершенно разные. Есть кнопка и в виде, там, тумблера микрика, есть кнопки на мобильных терминалах, то есть совершенно самые разные методы подачи сигнал. В машинах в основном как бы мобильные терминалы. То есть это по большому счету приложение на телефоне, если попросту говорить? Да, да, можно так сказать, да. Александр, ну тогда есть вопрос. Сами водители такси часто пользуются своими внутренними приложениями. И вот я как пассажир вижу, что они зависают очень часто. Может, с участвует такое с приложением тревожной кнопки, и если это произошло, зависла программа, ну что делать тогда? Ну, такое как бы, не знаю, не случалось, но факты того, что мы помогали, действительно выручали таксистов в таких конфликтных ситуациях, это было. Ну, последнее было месяц, по-моему, назад. То есть тоже клиент сел, ну, очень много такой маршрут движения, сложный заказал. Естественно, аванс не предоставил. И женщина, кстати, таксист, подала сигнал тревоги, приехал наш наряд и тут же урегулировал всю ситуацию. Но это услуга скорее для водителей такси или все-таки для пассажиров тоже? В основном, конечно, был заключен договор для безопасности водителей. То есть автотранспортная компания беспокоится за своих людей, за безопасность, за их жизни. И поэтому был у нас такой заключен договор. Но, видя, что ситуация может по-разному разыграться, поэтому мы придумали такое нововведение, что маркировать лайтбоксы этих такси своими маркированными такими приборами. Да, вот расскажите, как это можно заметить? Как можно понять, что машина как раз маркирована вашей тревожной кнопкой? Значит, с боков лайтбокса находится герб полиции и охраны. И там написаны, во-первых, телефоны написаны, указаны, и написано, что терминовый выклад полиции. В ночное время они все светятся, подсвечиваются. Вот поэтому, как бы, если необходимо вызвать и вы видите такую машину с такими нашими маркерами, то можно подойти к водителю и, естественно, попросить какой-то помощи. Но вместе с тем, мы говорим о том, что косвенно защищаются и даже прохожие, не только пассажиры. Как много вызовов уже поступало от служб такси, от таксистов, от водителей? Очень редко как бы поступают, потому что там, в основном, я так думаю, что они регулируются, наверное, как-то сами. Потому что мы уже выезжаем на какую-то действительно конфликтную ситуацию, где необходимо вмешательство полиции. Ну вот была недавно ситуация, когда водителя такси просто выбросили из машины, угнали машину, еще катались нетрезвые товарищи, пассажиры по городу, и было задержание. Вот в таком случае была бы эффективна кнопка тревожная? Конечно, потому что он бы подал сигнал тревоги, и мы бы видели передвижение этой машины по городу. Естественно, ее бы заблокировали и приняли бы меры уже к задержанию преступников. Александр, ну вот когда мы говорим о каком-то локальном месте, опять же таки о магазине, о детском саде, о школе, то есть тут понятно, поступил вызов, выехала машина патрульная. Если это автомобиль, который движется, вот мы говорим о такси, например, вы отслеживаете передвижение? Ведь это сложнее? Да, конечно, отслеживается. Есть система мониторинга, слежения за движенными объектами. Это не только в такси, но и у нас есть такая услуга. И поэтому мы сейчас заключаем договора именно на физлица, на передвижение. То есть люди берут себе мобильный терминал, в него закачивается мобильное приложение. Естественно, они могут подать сигнал тревоги, минуя такси или, допустим, какой-то там видя наши маркеры. То есть отслеживается все и, естественно, реагируется соответствующим образом. Ну вот Одесса-Пионер, первый город, который предложил такую услугу для таксистов в Украине, уже есть у вас последователи в Украине, другие города? Ну, я вам скажу, где-то за месяц, наверное, до нашего ноу-хау было в Кировограде аналогичное такое применено было, допустим, на троллейбусах. На 22 троллейбусах они применили такое, я не знаю, приложение. Ну, там не было кнопок срочного вызова. А у нас есть кнопки срочного вызова в каждой машине. Есть идеи расширить потенциальных клиентов и, скажем, предлагать услугу тому же электротранспорту, например? Мы обращались с письмом и к Труханову, и в областной совет губернатору. То есть, ну, пока еще ответа мы не получили. Ну, вот если говорить об электротранспорте, то потенциально какие можно предупреждать опасные ситуации с помощью тревожной кнопки? Ну, в электротранспорте, наверное, более мелкие какие-то правонарушения происходят. Ну, карманники, например. Может быть. Да, может быть. И не всегда это, как бы, можно увидеть и зафиксировать, вот в чем дело. Поэтому... Особенно актуально это для маршруток, в том числе. Да. Ну, почему нельзя использовать? Можно ставить, конечно, можно применять кнопки срочного вызова в любом месте. На сегодняшний день технически, возможно, ну, очень широкий спектр наше применение именно средств. Александр, я уже знаю, что полиция охраны активно готовится к Новому году. И для вас это не праздничные дни, как для большинства одесситов. Как происходит подготовка? Я знаю, что в прошлом году и в позапрошлом очень усиленно вы работали в эти дни. Были сложные дни для полиции охраны. Ну, сложно, ну, как бы, нельзя сказать сложно. У нас каждый день мы должны быть готовы к любым поворотам событий. Но праздники это всегда риски для правоохранителей. Поэтому праздник, да. Народ, конечно же, гуляет, веселится. То есть больше людей выходят на улицы, больше, как бы, собираются в компании шумные, больше ходят по магазинам. Поэтому у нас, ну, немножко работы добавляется. И поэтому мы в более, так сказать, усиленном режиме и несем службу. Спасибо вам большое за беседу. А я напомню, в гостях был Александр Шушин, замначальника технического отдела управления полиции охраны в Одесской области.